Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент и ПК хотел бы вам рассказать, а также аргументировать, почему все ножики в игре Block Strike полнейшее дерьмо. Ого, ребят, полегче, это не хейт, это именно конструктивная критика. Если это видео посмотрят разработчики, то это только большой плюс. Бла-бла-бла, пацаны, время ставить лайк, потому что видео действительно в новом формате и действительно годное. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так что, пацаны, лайк и подписка приветствуется. Для тех, кто скажет, что я просто нуб и у меня нету ножей, то, пожалуйста, внимательно посмотрите, ребят, у меня ножей больше, чем у всех вас вместе взятых. Ладно, шучу, шучу, пацаны, это шутка, не обстирайте сильно в комментариях. Друзья, конечно же, вы скажете, мол, Кент и ПК, а в чем же суть твоей предъявы? Ребят, окей, 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 внимательно слушайте. Скажите мне, пожалуйста, какой нож круче? Флип-найф, тычковые ножи, керамбит или, возможно, гуд-найф? И ответ крайне простой. Никакой, потому что они одинаковые. То есть, какой нож круче, какой хуже, никто, кроме вас самих, не может определить. У них одинаковый урон, у них одинаковые характеристики. То есть, по сути, только, ребята, в вашей голове заложено, какой нож круче, а какой хуже. Я считаю, это неправильно. Ну, прикиньте, ребят, прикиньте, вот через год добавят 10 новых ножей. И что дальше? А потом добавят еще 10 новых ножей. Ребят, это вообще какой-то беспредел. У каждого ножа должна быть своя ценность. Конечно, вы мне скажете, мол, кент и ПК, да это же пародия на CSGO. И, наверное, ты общираешься тогда и систему ножей в CSGO. Но нет, нет, нет. Знаете почему? Потому что на торговой площадке ножи в CSGO имеют свою ценность. Ну, если вы не понимаете, о чем я говорю, то... Один нож можно продать за 5000 рублей, а второй нож, ну, например, там, например, какой-то тычковый ножи, например, можно продать за 15000 рублей. И вы понимаете, ребята, что как раз и в этом разница. То, что каждому ножу в CSGO прикреплена своя цена в рублях. Не, не, не. Я, конечно, понимаю, что добавили новый нож, чтобы люди чаще донатили и чаще открывали кейсы в надежде выбить новый нож. Ну, а что вы даете? Что вы даете? Люди, то есть, донатят, а в итоге получают просто обычный скин и ничего более. Смысл тогда? Смысл тогда вообще донатить? Давайте тогда какие-то плюшки. Я предлагаю увеличить урон. Если какой нож круче, то тем больше у него урон. Потому что лично для себя я не вижу разницы, ходить с обычным ножом или с гуднайфом. Просто, ребята, обычно во всех играх, если вы что-то донатите, то вы что-то получаете. А блокстрайки получается так. Вы донатите и получаете то же самое, что можно получить совершенно бесплатно. Ну, конечно, там другая картинка, типа больше понтов, но по сути то же самое. Алло. Ребят, и так думаю, надо добавить еще три секретных ножа. Потому что гуднайфа, тычковых ножей, флипнайфа и керамбита. Это мало. Еще лишь четыре крутых секретных ножа. Это, ребят, слишком мало. Давайте еще добавим парочку. Чтобы вообще никто кейсы не открывал. То есть вы такой выбиваете новый нож флипнайф. Подбегаете к своему другу и говорите, дружище, дружище, у меня самый крутой нож. Смотри, флипнайф. А он такой, да не, тычковые ножи круче. А вы такие, да не, флипнайф круче. И самое главное, знаете, в чем прикол? То, что никакой нож не круче, потому что они все одинаковые. Ребята, я очень надеюсь на то, что вы у меня смышленые. И вы поняли все, что я вам хочу донести. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите вашим лайком, вашей подпиской. А также напишите ваши комментарии. Для меня это очень важно. Ребят, пожалуйста, напишите ваше мнение. Это очень-очень важно. Если вам интересны подобные видеоролики, то также, ребят, напишите в комментариях, чтобы я продолжал. Потому что, ребята, у меня много по поводу чего накипело. Есть что сказать. Так что, ребят, надеюсь на вашу поддержку. Всем удачи и всем пока.